Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2024 года для всех знаков Зодиака, Овны. На этой неделе вас часто будут посещать идеи, которые вам покажутся хорошими для увеличения своего финансового достатка. Главное, не спешите их реализовывать, а запишите их все в блокнот. Некоторые из них и правда окажутся прибыльными, но в свое время. Главное правило этой недели – не тратить деньги на пустые вещи или на спонтанные желания. В понедельник и в среду откажитесь от покупок через интернет. Если вам что-то и нужно, то лучше сходить в магазин. А во вторник следите в общественном транспорте за кошельком и за документами. Во второй половине этой недели деньги начнут потихоньку приходить. И постарайтесь вначале сразу оплатить счета и сделать нужные покупки. А остальные деньги вам лучше все же отложить. В понедельник или в четверг к тельцам поступит очень выгодное предложение, и вы давно его ждали или искали нужную вам вещь по хорошей цене. Стоит не искать подвоха, а совершить необходимую сделку. Но для сделки лучше выбрать среду или субботу. Продавать самому на этой неделе ничего не нужно. Вы можете отдать что-то по ошибке или продать за бесценок. Не лучшие дни для инвестиций, вторник и среда. А в пятницу можно изучить банковские предложения или поговорить со знающими и понимающими в этом деле людьми. И стоит прислушаться к их советам. Во второй половине этой недели можно заняться своими финансами, посчитать и произвести анализ своих трат. В выходные стоит немного себя побаловать и купить либо подарок, либо куда-то сходить или съездить. Вы это заслужили. Близнецы. Чем больше вы работаете на этой неделе, тем больше вы получите потом. Не стоит пренебрегать рабочими обязанностями. В понедельник и во вторник за вами будут пристально наблюдать. И если вы проявите себя, то получите премию. А в среду постарайтесь не тратить деньги на развлечения. Особенно не стоит в этот день тратить их на игры. Гаджеты или совершать покупки бытовой техники. Если у вас получится закрыть кредит на этой неделе, то это было бы отлично. Это событие сможет открыть перед вами новые горизонты. А в четверг или в пятницу вы получите новое предложение по работе или какую-то хорошую подработку. Стоит соглашаться, даже если поработать придется и в выходные. Раки. В понедельник и в среду деньги будут приходить к вам легко. И тратиться они будут точно так же, очень легко. Поэтому постарайтесь умерить свой пыл. Денег не так много, как кажется. Вначале необходимые траты, и только потом уже для души. Но все-таки лучше их отложить. И хоть себя тоже нужно иногда баловать, но лучше накопить на что-то нужное, действительно нужное и достойное. А во вторник можно заняться благотворительностью. Отдайте одежду, которую не носите, тем, кому она нужнее. Львы. В понедельник и во вторник не стоит совершать крупные покупки и проводить сделки с недвижимостью. Вы можете сильно обмануться или подписать невыгодный договор. Будьте также в начале этой недели аккуратнее при оформлении банковских продуктов. Не стоит соглашаться на разные дополнительные условия. А в среду внимательно следите за тем, что вы покупаете через интернет и аккуратно вводите номерокарт. Если у вас есть долг или кредит, то в четверг или в субботу это самое время, чтобы его закрыть. Даже если вы отдадите на это всю заначку, вы должны освободиться от этого времени. А в пятницу вы получите хорошие финансовые поступления за работу, которую вы давно сделали. В выходные постарайтесь не тратиться. Лучше отдохнуть дома, чтобы деньги не уходили на пустые и ненужные вещи. Девы В понедельник стоит воздержаться от покупки предметов интерьера или ювелирных украшений. Вы можете нарваться на подделку или на некачественную вещь. Также в начале этой недели следите за своими вещами. Вы можете потерять дорогую какую-то вещь. А во вторник и в среду не стоит проводить сделки как по продаже, так и по покупке. Это неблагоприятный период для оформления кредитов и ипотек. А лучше отложите это на пятницу или на субботу. Во второй половине этой недели вы можете найти себе дополнительный постоянный доход. И все деньги, полученные от этого, постарайтесь лучше откладывать или выплачивать кредит. Тогда эти деньги пойдут вам на пользу. Не стоит в выходные помогать другим людям в финансовом отношении, даже если это родственники. А лучше дайте совет или скажите, как вы видите эту ситуацию. Весы В понедельник и во вторник вы получите интересное предложение, которое приведет к хорошему сотрудничеству. И вы сможете улучшить в будущем свое финансовое положение. Но все-таки лучше реализовывать не стоит сразу. Надо немного подождать и все обдумать. Верьте в себя. И вы много работаете. Даже если что-то у вас не получается, то не бросайте. А старайтесь все довести до конца. В четверг и в пятницу вам можно совершить выгодные сделки на заграничных сайтах. И купить хороший товар подешевле. Вот именно через заграницу. Старайтесь себя на этой неделе особо не ограничивать. Ведите свой обычный образ жизни. Ведь ограничения могут в выходные, наоборот, вылиться в крупные траты. И какие-то неожиданные, ненужные покупки после такого сдерживания. В выходные вам можно потратить деньги на какие-то удовольствия. Скорпионы Несмотря на то, что в работе у вас все хорошо и все идет как надо, лучше в финансах себя ограничить. Не стоит тратить деньги на лишние вещи или баловать себя ненужными предметами. Будьте рассудительны. Прежде чем что-то купить, лучше подумайте несколько дней. А в понедельник и во вторник к вам придут какие-то деньги. У вас будут хорошие финансовые поступления. Но они будут не такими большими, как вы ожидаете. И из-за этого у вас могут возникнуть какие-то конфликты с бухгалтерией. Также внимательно в среду и в четверг вам нужно относиться ко всем финансовым отчетам. Не забудьте оплатить налоги, штрафы, чтобы на вас не повесили пени. Не стоит на этой неделе брать или давать в долг. В воскресенье можно немного потратить денег на семью. Стрельцы. Если вы продуктивно работали раньше, то на этой неделе вы получите хороший бонус. Но если халтурили или показали какие-то низкие результаты, то денег, скорее всего, вы не получите. А еще в понедельник или в среду может у вас что-то сломаться из техники, что потребует незамедлительных трат. И поэтому лучше воспользоваться заначкой, чем брать кредит. Во вторник будьте внимательны к предложениям о подработке. Скорее всего, это обман, и вас могут просто использовать. А в четверг и в пятницу вы можете неплохо заработать на своем хобби или благодаря вашим близким, которые порекомендуют вас кому-то. Но не забудьте их поблагодарить. На выходных вас ждет много расходов или больших покупок. Лучше воздержитесь от походов по магазинам и постарайтесь не тратить в эти дни деньги на одежду. Козероги. Самое время для заключения хороших контрактов с заграничными деловыми партнерами. Также в понедельник и во вторник стоит обратить внимание на то, что иногда можно заказывать или покупать товар в другой стране, чтобы сэкономить. Не стесняйтесь на этой неделе просить скидки. Удача вам будет улыбаться. А в среду или в четверг можно продавать или покупать автомобиль. Только не стоит это делать с рук, потому что есть риск нарваться на нечестного или недобросовестного человека. Не стесняйтесь брать деньги за свою работу, даже за близких людей. Ваше время очень ценно. А также научитесь отказывать тем, кто недостоин вашего внимания. Вы тратите на этих людей слишком много энергии и теряете из-за этого в финансах. Водолеи. На этой неделе не стоит распоряжаться вам самими своими средствами. В вас проснется транжира, и вы не сможете контролировать себя. Деньги будут утекать и убегать от вас. Более того, деньги, которые придут к вам в понедельник и во вторник, вы можете потратить уже через пару минут. Старайтесь в среду не носить с собой наличные. Держите деньги лучше на карточке, потому что есть риск кражи или потери этих денег. В четверг к вам может поступить хорошее предложение о финансовых вложениях. Постарайтесь изучить это более подробно. Не стоит кому-то доверять на слово. И после тщательного изучения можете рискнуть. Нужно, чтобы деньги работали. А в пятницу вы можете заняться покупками для дома и купить что-то из предметов интерьера. Можно вложить, потратить деньги на ремонт или понемногу готовиться к ремонту. В выходные стоит распланировать траты заранее, чтобы вы не превысили лимит. Если вы давно на что-то копили и хотите приобрести что-то очень важное и ценное, главное не в кредит, то можно совершить эту покупку сейчас. Но все-таки лучше дождаться второй половины этой недели. Если вы для этого оформляете кредит или берете в долг, то от покупки стоит воздержаться, потому что у вас есть риск влезть в долговую яму, из которой будет очень сложно выбираться. А в понедельник и во вторник слушайте людей, которые понимают в финансовых вопросах. Вы можете спросить у них совета или и прислушаться к нему. А в среду или в пятницу к вам обратится близкий человек за помощью. Так вот, ему стоит помочь. Даже если вы отдадите ему последнее и даже предпоследнее, вам это все равно вернется в многократном размере. Финансовые поступления рыб ждут в середине этой недели. Постарайтесь эти деньги потратить с умом и не раскидываться ими на какие-то ненужные вещи, которые вам не очень нужны. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok